Представляю вашему вниманию дораму 2018 года «Загадка Слэш Туманны». Хочу сказать, что эта дорама была абсолютным совершенством почти до самого конца. Тёмный, зрелый, тревожный. Эта дорама заставляла меня нервничать в каждом эпизоде и отчаянно ждать новых глав каждую неделю. Помимо финала, мне понравилось в сериале «Всё» – актёрская игра, операторская работа, саундтрек, сценарий и гардероб. Все способствовало созданию удивительной истории, не похожей ни на что, что я когда-либо видел. В этой дораме Ким Нам Джу поразила меня. Она была невероятной. Тем не менее, я должен сказать, что каждый человек в актёрском составе проделал фантастическую работу. В этой дораме были персонажи, которые были настолько многослойными и сложными, что могли рассказать историю, основываясь исключительно на своих глазах и мимике. Есть так много аспектов, которые мне нравились в этой дораме и её персонажах, какими бы несовершенными ни были многие из них. Одна из лучших вещей в этом сериале заключалась в том, что он был захватывающим от эпизода одного до эпизода шестнадцати, без эпизодов наполнителей и наполнен умным сценарием с поворотами и интригами повсюду. Единственным его падением был финал, в котором он запутался в том, что могло бы стать эпическим финалом. Дело не в том, что он несчастлив или счастлив, и мне не понравился их выбор. Вместо этого он был недостаточным, слабым и неубедительным. Изначально я не начинал эту дораму до тех пор, пока в эфир не вышло шесть или семи серии, так как у меня были сомнения, подходит ли эта дорама для меня. Тем не менее, я так рад, что посмотрел её, потому что теперь она входит в тройку моих лучших дорам всех времён. Не позвольте жанру или актёрам отпугать вас, или концовки. Эту дораму определённо стоит посмотреть. Настоятельно рекомендую.